Сегодня мы посетили клуб StoneFight и встретили там Алексея Буторина и решили заодно с материалом, который уже отсняли, спросить у него несколько вопросов. Мы знаем, что Леш совсем недавно ездил в Швецию и тренировался в кемпе, в котором тренируется Александр Густавсон, великий боец Ильяр Латифи и еще Мадади там тренируется. Ну еще много кто на самом деле. Поэтому давайте спросим пару вопросов о том, как он посетил этот тренировочный кемп и что он там делал. Лех, расскажи, как вообще ты попал и как появилась идея попасть в этот кемп? Изначально у меня, конечно, был другой план моих летних сборов, но в силу определенных обстоятельств, сложилось так, что не получилось у меня осуществить задуманное. И мой менеджер Олег Осипов из нового арена промо договорился со шведской стороны, скажем так, с менеджером Александра Макди о том, что я приеду к ним, потренируюсь. Тем более как раз Ильяр готовился к своему бою, который он благополучно выиграл. Также там, ну, собиралось, ну, как собиралось, предполагалось, что бой Александра и Кормье будет за титул 5 сентября изначально, но и хотели на фоне этого еще и Александру как-то помочь. Ну, помочь, что громко сказано, но как-то поучаствовать в тренировочном подготовительном процессе. Также приехал ряд спортсменов из Польши. Вот, местные ребята, все довольно-таки сильная команда, да, если брать именно ту, которая тренируется вместе с Александром, профессиональную часть, скажем так. Потому что количество занимающихся в All Stars – это просто колоссальное количество людей. Наверное, я опять отвлекся от темы чуть-чуть, я повернусь к этому позже. Вот, Олег договорился, Макди сказал, мы только за, приезжай, как бы, ребята разместили меня, встретили. Ну, тут вообще вопросов нет, парням огромное спасибо, потому что все на уровне, все достойно, очень приятный коллектив, отношения, в общем, только положительные эмоции. Давай дальше. Да, поехали дальше. Следующий вопрос, он будет такой, довольно формальный, он будет по цифрам. Сколько ты дней там пробыл, сколько ты потратил денег, где ты жил? Ну, опять же, повторюсь, по размещению, как бы, ребят, есть несколько комнат прямо в зале. Ребята меня разместили, я вот жил вместе с ребятами из Польши, да, Яном Блаховичем и Джейм, тоже из, вот, польский парнишка, очень классный, потому что, удивительно, поскольку он работает, да, человек, занимающийся 6 лет, довольно-таки немного, очень такой хороший уровень, выступает в КСВ, ну, очень классно, вот. И со мной жил парнишка из Германии, Йонас, он, кстати, бился на нашем турнире в России, весьма известном, но это было давно, вот. Жили мы прямо в зале, над залом находилось кафе, которое, как бы, товарищ Магди держит, поэтому с едой тоже проблем не было, кормили отлично, ну, все, как бы, по приему вообще очень классно, и, получается, что, все, ты проснулся, принял душ, позавтракал, все, идешь на тренировку, помылся, пообедал, и, как бы, все, и у тебя есть днем свободное время, не надо куда-то ехать, что-то еще, это очень хорошо экономило время. Все-таки количество времени, которое ты пробовал там, и количество денег, которое ты потратил. Скажу, ну, пробовал я там немного, я там пробовал порядка 10 дней, потому что так получилось, ввиду, ну, стечения обстоятельств, да, в конце первой недели я получил травму незначительную, но которая помешала мне продолжить сборы, своим руководством, да, с Олегом, с Андреем мы приняли решение, что, поскольку до боя есть еще время, то не стоит сейчас убивать колено, лучше восстановиться, и либо вернуться попозже в Швецию, либо поехать в какой-то другой тренировочный КМ, потому что шведы сказали, приезжая в любое время, абсолютно без проблем, за что им огромное спасибо, к сожалению, они это видео, наверное, не увидят, но все равно, ребятам только огромная благодарность. На самом деле, Вестник и Мэй смотрят даже в Швеции, поэтому это видео увидят обязательно. Он вред. Шведский перевод там снизу должен быть, но его не будет, потому что, ладно, не буду я шутить шутки, а то Миха опять на меня будет ругаться. Вот, денег я там потратил, в принципе, ну, основные мои траты, да, это была еда, ну, и потом уже, пока я был травмирован, я не мог тренироваться, у меня было время походить по музеям. Вот, ну, если считать на еду, где-то потратил за это время 150 евро, я считаю, что за трехразовое питание в день, за 10 дней, это ничтожная сумма, да, и причем губ кормили очень отлично. Самир, хозяин кафе, ну, просто отлично, очень вкусно, порция огромная, так что для спортсменов самое то. Вот, по музеям походил немного, сходил вот такой самый, наверное, посещаемый музей Швец, ну, один из самых посещаемых музей Стокгольма, там, где вот корабль Уасса, да, очень такой, как сказать-то, смотришь на все это и думаешь, вот как эти ребята плавали через океан, через моря, на таких вот деревянных каритах, и отдаешь им должное, да, ну, я уже не говорю про викингов, которые на дракарах, которые были меньше этого корабля, плавали, так что все-таки морская нация такая, да, мореплаватели, моеходы, очень интересно, ну, и так, по мелочи, там, что-то, где-то мороженое съел, где-то еще что-то, в общем, где-то... Видимо, после этого ты стал весить 102 килограмма. 103, не обижай меня. В общем, где-то евро 250 я потратил во все это время, потому что, как бы, ну, ничего, никуда особо не ходил, только в музей, мороженое, еда, все, проживание бесплатно. Теперь перейдем к самым интересующим вопросам наших подписчиков и зрителей. Первый вопрос такой, как обычному парню, у которого нету менеджера Олега Осипова, попасть на тренировки в их зал и пройти кэмп с ними? Как-то можно обычным людям туда попасть? Ну, как на самом деле попасть к ним в зал, я не знаю, да, наверное, если бы приехать в Стокгольме, прийти к ним и записаться, то это не состоит никакой проблемы, да, потому что, я говорю, там есть... Ну, вот я просыпался в 7 утра, зал открывался в 6, ну, приходил администратор, открывал зал, и у нас тренировка была первая в 10 часов, вторая либо в 5, либо в 6. Просто подумал о том, что если был бы пожар в зале, то ты бы не смог выйти оттуда. Почему нет? У нас было две аварийные выходы, которые открывались изнутри, и я не боюсь, все предусматриваю. Вот, и, ну, группы шли, да, 7, 8, 9, 10, до часу дня группы человек по, наверное, по 10, по 15 минимум. Потом был где-то с часу до 4 перерыв, там, ходил какое-то количество людей, 3 человека, 4, вот, и начиная где-то с 4 часов дня до 9 вечера, опять группа по 15-20 человек где-то, даже, наверное, больше. Вот, группы разной подготовленности. Мы тренировались, ну, получалась основная часть, ну, не знаю, а профессиональных спортсменов, да, там, Александр, вот, ребята из Польши, местные, там, Реза, или еще ряд ребят, которые готовятся к профессиональным соревнованиям, может, уже выступают, просто я не знаю, потому что мое знание английского, к сожалению, весьма скудное, и мне не удавалось со всеми пообщаться, хотя очень хотелось. Ну, языковой барьер очень мешает и ограничивает. Я думаю, что если прийти, да, и сказать, что я, например, приехал в Стокгольм, там, да, там, на месяц, на два, и сказать, что есть какой-то опыт, думаю, без проблем, можно записаться. Если, как бы, тренер скажет, что, да, вот, ты для этой группы годишься и тренироваться, я думаю, никакой проблемы в этом нет. Потому что, говорю, там, ребят очень много, уровень ребят разный, и можно найти группу, с которой готовиться, тренироваться, думаю, особых проблем это не составит. Как ты смотрелся на уровне Александра Густавсона и Ильяра Латифи? Ну, это два самых известных в российской публике бойца, и на их уровне ты же с ними спринговал, наверное. Да, мне так повезло, я в первый же день спринговал и с Элиром, и с Александром. Ну, что могу сказать, я вот, да, если я раньше был уверен, что моя весовая категория 93 килограмма, наверное, кто там подписан на меня в Инстаграме, да, или видел фотографию, где я стою с Александром, с Элиром, на фоне Ильра я как-то мелковато выгляжу, хотя весил тогда, ну, наверное, одинаково мы с ним весили. А я всем просто, все писали такие, что-то типа, Буторин маловато, я такой всем пишу, да, вы что, он 84. Нет, я весил там порядка 97-98 килограмм, и поэтому на фоне Ильра, да, все видели, да, он там в два раза шире меня, но Александр тоже вес 93, и как бы, когда так смотришь на 196 и пытаешься с ним боксировать, когда там ногой не достаешь, он тебе уже джеб втыкает, весьма интересно, это давно я не работал с высокими ребятами, тем более, на таком уровне я не работал никогда, спарринг-партнеров у меня не было. Ну, что могу сказать, также были ребята вот из Польши, опять, Ян Блахович, да, он тоже в 93 выступает, но мы с ним, грубо говоря, одной комплекции. Вот Еджей был, также был Карл Бедров, чемпион КСВ польского. И все-таки твой уровень, по сравнению с ними? Сейчас я все скажу, ну, куда ты вперед забегаешь? Могу сказать так, с Элиром мне было работать не то, что проще, а комфортнее всех, это из всех, вот, кого я сейчас перечислил, с Элиром мне было работать, почему комфортнее всего. Потому что, в принципе, грубо говоря, одной комплекции, да, руки одной длины. И мне как-то удалось подстроиться, да, под его стиль работы. Вот, с ним было мне работать, скажем так, комфортно. С Александром, ну, то, что я с ним спаррингал, это сложно назвать спаррингом. Я просто собирал подачи, пытался, конечно, что-то делать. Вот, сразу он меня так хорошо, так, поймал навстречу, что там хора оставил мне на память синячок. Вот, ну, с ним работать не говорю. Это сказывается очень психологическое давление, да, все-таки. И опыт, и нехватка опыта работы с такими высокими, про его именно спортивный опыт, да, тут вообще речи не идет. Я считаю, что это все-таки мировой топ. Ну, что я считаю, это так и есть. Я надеюсь, что он отберет пояс, конечно, толстожопого кормье. Эх, не вырезай это, пожалуйста. Вот, я очень буду переживать, полить, поддерживать. Вот, с остальными ребятами, да, так же было очень тяжело работать. С Яном, с Еджеем, с Карл Беттерфом, хоть он на данный момент, но мне показалось, что он весит где-то порядка 120 килограмм. И, ну, немногим выше меня, но он очень подвижный. Очень хорошо, серийно работает, хороший функционал, уровень, выносливость. Да, если учесть, что у него много сейчас было лишнего веса, но это так, наверное, тоже в межсезонье сейчас. Ну, на их фоне я смел, конечно, виловато. Вот, что меня очень расстроило. И Андрес все время подходил, тренер Александр, и говорил, там, Леха, успокойся, там, да, там, надо привыкнуть. Во-первых, ты говоришь, естественно, ребята, выше уровень, у тебя психологическое давление. Я вот, кстати, по-английски хорошо понимаю, а говорить не могу. То, что он мне говорил, я как бы понимал, сижу, говорю, да, да, я все понимаю. Но, в основном, как очень расстраиваешься из-за всего этого. Ну, что можно сказать, это только идет на пользу работа с такими с вами партнерами. Я говорю, как бы, куда в любой зал ты где-то не приходил, да, где есть ребята, которые гораздо выше тебя по уровню, неважно, летаешь ты там по всему залу, там, вытирают тобой ковер, там, или собираешь ты подачу, это все идет только тебе на пользу, потому что, ну, смысл тренироваться с людьми, которых ты на одной руке раскатываешь. Самооценка повышается. Ну, у тебя, у меня нет. Я только расстраиваюсь, когда работаю с такими спарринг-партнерами, потому что хочется расти и развиваться. Ты как любитель. Я шучу, конечно. Я тоже, я тебя понимаю отлично, я разделяю твои взгляды. Не надо уже поддакивать и говорить, да, да, я тоже, да. Когда я с Густом спарринговал. Так что я счастлив, что такая поездка состоялась. Спасибо всем, благодаря кому она состоялась, да, новая арена промо. Ой, кто это? Ну, конечно, Олегу спасибо. Спасибо менеджеру Александру Магди, всей команде All Stars, Александру, Лире, ну, всем ребятам, с кем мы работали. Это недолгую неделю. Очень жаль, что так все получилось, но я обязательно еще вернусь, потому что надо расти, развиваться. Мы еще не заканчиваем наше интервью. А, нет. Да, еще есть пара вопросов. Давай. Сейчас ты рассказал про ударную технику. Что касается борьбы, как ты смотрелся, ну, на их фоне, там, в схватках по грэппингу, по бразильскому джиу-джитсу? Ну, моя борьба отстает, как мы все знаем. Я сейчас активно подтягиваю. Что касается борьбы, да, то в All Stars приходились звезды БЖЖ, такие, как Аланда Насимента, да, Джексон Саузов, прошу прощения. Ну, к сожалению, с Джексоном он просто приходил, потому что я мало был там в Багрине. Он просто... Он слышал, что приехал Алексей Буторин. Пришел посмотреть, как я борюсь. Так, вдруг он приедет в Финку, там, или куда-нибудь на Open, БЖЖ Open, или как там называется. Ладно, IBJF, во. Ну, ладно, это все шутки, он просто с Аланом пришел там. У них там своя тусовка вообще в зале, там очень весело. Вот, что касается БЖЖ и тренировок с Аланом, потому что по счастливой с ним поработать, это такой мировой топ БЖЖ в черных поясах, очень доходчиво все объясняет, не дает ничего лишнего, и дает адаптированно под ММА, что нужно ребятам, потому что когда тренировка именно по ММА, то он уже все делает подводку именно к боям. Когда там тренировка чисто по БЖЖ, он видит другие группы, да, там уже чисто БЖЖ. Кстати, могу сказать, что Александр борется очень хорошо, потому что я как бы видел, как он работал с польскими ребятами, да, ну, с ребятами из Швеции. Это борьба в партере или это? И в партере, и в стойке. Ну, все видели, как он работал с Джонсом, да, как бы, ну, не сказать, что у него нет борьбы, или он как-то боится, это ошибочное мнение, не знаю, не может такого показаться человеку, который хочет что-то понимать. Всем экспертам ММА привет. Вот. Вот, что ты все время закатываешь глаза, когда я это говорю, да, потому что очень много там пишут ребят с родными. Не обращай внимания, всегда будут. Да я не про себя, мне вообще мнение что-то мало волнует, вот. Просто я когда читаю, ну, я не буду сейчас отвлекаться, ты опять все вырежешь. Уровень борьбы на очень хорошем уровне. Латифи тоже? Лир, ну, да, ему очень удобно работать, у него огромная спина, очень сильный, очень выносливый, очень так, чувствует багву, причем хорошо, захватывание у него, хрен разорвешь. Вот. Все ребят, с кем я боролся, они, по-моему, были гораздо больше. Тут сказывается их опыт, как и работы, да, они постоянно работают в коллективе, где люди выше их по уровню, и они постоянно растут. Моя ограниченность, скажем так, локации Петербурга, да, очень замкнутый круг, да, с кем можно поработать, побороться. Есть много разных залов, но нет возможности поехать туда, 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 туда. Там же наоборот, там все тянутся в этот зал, и очень классно. Ребята выходят, кто-то там хороший болезнь, кто-то хороший ударник. И на фоне этого Андрес и остальные тренера грамотно подтягивают всех, так что поработали именно на профессиональный костяк. И ребята растут гораздо быстрее. Вот. У меня, к сожалению, такой возможности, ну не то, что нет, она ограничена. Но сейчас открываются новые перспективы, новые возможности. Сейчас что-то переосмыслили с моей командой, какие-то новые пути ищем, варианты. Так что сейчас будем подтягивать активнее все эти аспекты, отстающие. Так что впереди большие перемены. Один из последних вопросов. Ты был на сборах у Александра Шлеменко, теперь ты был в зале All Stars. Какие-то аналогии можешь провести? Сборы были похожи, потому что я уже говорил, когда я приехал от Александра Шлеменко, когда я приехал сейчас от Александра Густовсона, тренировка идет час. У нас я такого не встречал, и нигде у нас такого нет. На вопрос, почему, что там, что там, ответ был один, потому что все-таки ты профессиональный боец, у тебя две тренировки в день, нагрузки гораздо выше, чем у любителей, и не успеваешь восстанавливаться, и эффективность твоей работы в течение двух часов гораздо ниже, чем эффективность твоей работы в течение часа. Тут мы повышаем интенсивность, и от этого мы получаем большее КПД, потому что, ну, тут еще и мое личное мнение, что уже, ну, если мы посмотрим, да, на бойцов там UFC и Беллатор, очень многие из них, даже топы, не отличаются филигральной техникой, да, там, ни у кого-то там нету там, они не доворачивают некоторые пятки, кто-то там на прямой ноге, кто-то, ну, куча, да, там, таких вот, не то, что ошибок, а, ну, какие-то прорег в технике. И все-таки профессионалы, я считаю, что уже некогда, да, стоять там и по часу вот это вот, тут доверни то, тут доверни то. Они, их больше тренера затачивают на то, чтобы они вот свою кривую корягу, но они из этой позиции в любой момент могли выкинуть, даже если она кривая, но она попадет в цель и придет своему логическому завершению, вот. И на это направлена больше акцентированность, больше внимания. Вот, опять же, все тренировки там проходили практически, да, они все были разбиты либо на пяти минутки, либо на шести минутки, либо на десяти минутки, но при обоюдной работе, да. Я считаю, что это все-таки более правильный подход в подготовке спортсменов, потому что вырабатывается чувство времени, вырабатывается именно понимание своего состояния в тот или иной период раунда. Как-то разграничиваем силы, распределяем. Ну, не будем же мы, да, там два часа кататься по рингу. И поэтому все уже, ну, когда подлога будет, там совсем другая работа уже, да, там с Элиером работали отдельные тренера в некоторых моментах, на некоторых тренировках, ну, ведут спортсмена, и тут уже как бы своя специфика работают. Общее – это все. Раунды, отдых, раунды. Ничего лишнего нет. Очень много отработок в парах, да, именно комбинации не по лапам, а по перчаткам, по защите, переводы. Все это делается в накладках. Ну, очень много таких мелочей, из которых собирается общая подготовленная спортсмена, да, и он привыкает работать постоянно в перчатках, он привыкает работать, да, там, с запасом не пять минут, а шесть, там, семь минут, отдыхать чуть меньше. Я думаю, что Александр Шельменко, безусловно, все это выбрал такую модель развития, да, от своих тренировочного процесса, развития своей команды, потому что много времени с ребятами проводили на сборах в Штатах. Я считаю, что сейчас из своей школы он сделает одну из лучших вообще именно баз спортивных в России, потому что у него колоссальный опыт, у его ребят колоссальный опыт. Мы видели, как Андрей Корешков сейчас провел бой, это просто фантастика. Андрюха, это вот такой вот бой, просто я смотрел, это, ну, это очень круто. Потому что все, кто это видел, я уверен, они просто были в восторге, потому что такой разноплановой работы практически не встречается у спортсменов из России, да. Мы вот смотрим на некоторых представителей и, как бы, видим все те же три притопа, два прихлопа. Андрюха показал бой совершенно другого уровня, думающий спортсмен, просто ломающий стереотипы по ходу боя. И, ну, мы увидели, что Лима все, он потерялся, он не знает, что ему делать. Он думал одно, а тут постоянно, ну, блин, реально, об этом можно говорить долго. Вот, и я уверен, что Александр сейчас очень хорошо подготовит команду, именно основываясь на своем опыте тренировок в Штатах. Ну, у Александра такая же история, да, они постоянно где-то в Штатах, в Таиланде, спортсмены, выступающие в UFC, в CSW, ну, очень круто. В общем, правильной дорогой идут ребята и очень счастлив, что есть возможность, да, общения с ними, что была возможность таких сборов. Ну, один восторг, в общем. И все-таки следующие свои сборы ты поедешь, может быть, в какой-то новый кемп или поедешь к Александру, или поедешь к Александру другому? Пока что я не знаю. Сейчас вот ведется работа моим менеджером, моей командой по моему дальнейшему бою, по дальнейшему развитию моей карьеры, скажем так, и нашей совместной деятельности спортивной. Я думаю, в ближайшие 2-3 недели будет информация по моим планам ближайшим, по моему бою. Очень надеюсь и верю в то, что все срастется. Ты мог бы сказать, что эту информацию можно писать в моем инстаграме и на моем канале на YouTube. Я ждал, что ты это скажешь. Вот. Так что очень много ввод можно как-то их вырезать. Да. Спасибо. Еще вопросы? Наверное, все. Спасибо.